Всем привет вы на канале польза ком и сегодня как всегда и даже быстрее я расскажу вам о товаре который прислал мне гербест на обзор. Но я точно не призываю у него покупать, тем более что у них он выйдет вам в 13 долларов, когда в обычных магазинах он всего 9. Ладно хватит лирики мои руки наконец добрались до проводных наушников фирмы JBL. Точнее их лоукоста, потому что JBL за 500 рублей ну вы понимаете. С другой стороны сколько должны стоить проводные затычки. И пока я вскрываю их попсовую упаковку, а потом разбираю их для вас. Ведь всегда интересно что внутри, кратко расскажу свои наблюдения и впечатления. Коробка у наушников аккуратная, в комплекте идёт две инструкции на всевозможных языках, кроме русского амбушюра 3 штуки разных размеров, средний размер сразу на ушах и в принципе всё. Форма у наушников немного изогнутая, штекер стандартный 3.5 мм мини джек. Длина самих наушников не длинная, не короткая, кому то подойдёт. Вообще они в длину 1.2 м. В коробочке на русском нет ни слова. Штекер прямой, поэтому есть опасение что из за него наушники долго не прослужат, потому что провод постоянно гнётся. Если неправильно положить телефон в карман, тем более разъём для наушников на моём телефоне находится внизу. Сам штекер вставляется очень плотно, даже можно сказать тяжеловато. К плюсам ушей отнесу звук и он просто супер, среди всех бывших у меня затычек до 1000 рублей – эти самые самые. И микрофон у них отличный. Провод не замерзает на морозе, у них глубокий бас и они плотно сидят в ушах даже со стандартными амбушюрами. Легко чистится. В комплект входит несколько вкладышей, как я уже говорил, три пары. Отличная фиксация за счёт асимметричной конфигурации вкладыша. К недостаткам я отнесу это. Микрофон хотя отличный, но расположен он довольно низко. Приходится поднимать его рукой или вытаскивать из под одежды наверх, чтобы поговорить. Провод мог бы быть и подлиннее. Человеку ростом уже за 180 см едва хватает, чтобы комфортно ходить с телефоном в кармане брюк и при этом слушать музыку в наушниках. Амбушюры немного жестковатые. Если владелец этих наушников случайно ударит в провод, звук он очень хорошо услышит. Басы сочные, только если настроить через приложение пауэр амп, но если вы это сделаете они вам очень понравятся. Из минусов также нет регулятора громкости, кнопкой можно только отвечать на вызов и заканчивать его, а также ставить на паузу песню и переключать на следующую. Есть супер маленькое шипение, когда звук стоит на минимальной тишине, но не все их слышат. Помимо всего по отзывам они быстро забиваются грязью, из-за этого звук становится тише, то есть раз в 2 месяца вам придётся их чистить. Сеточка от грязи у них как вы видите так себе. Провод от наушника очень легко можно оторвать. Вот вам мини краш тест. Но при желании припаять его тот же всегда можно. Наушники в принципе разбираются, если их разбирать аккуратно. В месте крепления кнопки всё припаяно на славу. Даже при значительном усилии как вы видите кабель не отрывается. Резюме. Качественные проводные наушники в категории до 10 долларов, если вы живёте в мегаполисе, просто море магазинов продают от 500 до 800 рублей. Либо если вы живёте вдали от больших городов, можно их купить и правда на гербесте за 13 долларов с доставкой. Выйдет во всяком случае немного дешевле, чем если заказывать в Москве или Петербурге. Напоминаю, что среди подписчиков на канале постоянно разыгрываются фитнес браслет mi band 3 и honor band 4 ран эдишн 15 и 30 числа каждого месяца рандомные условия в описании. Спасибо, что смотрите на канале 140 обзоров на разные полезные вещи, видео минимум два раза в неделю, следующий обзор на маленькую беспроводную колонку сяоми и она вам понравится так же как и понравилась мне. Подписывайтесь и удачи вам дорогие друзья. Польза ком рекомендует джи би л.